Друзья, всем привет! Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Те, кто думает, что у нас началась на рынке какая-то движуха, по-моему, мнение очень сильно заблуждается. Действительно, у нас сейчас цена опустилась к нижней границе ценового канала, находится на уровне 6400 долларов. Если у нас с вами в ближайшее время не будет резких спекуляций, то ожидаемая цена это 6550 долларов. Но цена локальная внутри канала. На самом деле, я ожидаю выше, давайте разбираться. Объемы по торгам на данный момент, ну, не очень высокие, но хотел бы обратить ваше внимание на то, что по торговым стаканам у нас с вами преобладают покупки. Также, если рассматривать локальную ситуацию, по MACD у нас с вами явные предпосылки к локальному росту, который в ближайшее время в идеале должен нас отправить к верхней границе ценового канала. Если смотреть 4-часовой RSI, то там тоже явная перепроданность. И, в принципе, этому индикатору тоже можно доверять, так как у нас с вами жесткий флет, а индикатор у нас очень хорошо отрабатывает во флет. По крайней мере, если прогнозировать движение по индикаторам, то во время долгого флета вероятность таких движений, она выше гораздо. И с вами, наверное, то, что мы с вами обычно рассматриваем графики и движения цены, я бы хотел бы озвучить одну новость, которая мне показалась довольно интересной. А конкретно это планы запустить деривативы на биткоин от Goldman Sachs. Вы скажете, ну, возможно, очередная разводня и тому подобное. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что если это действительно будет реализовано, это будет довольно интересная штука для институционалов, для крупных инвесторов. Попытаюсь объяснить вам попроще. Дериватив – это возможность торговать активом косвенно, ну, то бишь, торговать обязательствами на его передачу. Что, в свою очередь, добавляет степень надежности для инвесторов, крупных инвесторов, которые держат актив в долгую. Своеобразная защита актива. И если действительно это будет реализовано, это должно быть довольно неплохим импульсом к движению цены на рынке. Прежде чем расскажу вам о том движении цены по биткоину, которое я вижу для себя, хотел бы вставить в выпуск двухминутный ролик о проекте спонсора. Об этом проекте я уже рассказывал, и в отличие от большинства подобных проектов, он тогда отработал. Соответственно, после вставки расскажу вам свои идеи по движению биткоина. Друзья, хотел бы рассказать вам о спонсоре этого выпуска. Это перезапуск проекта Гаргона, проекта, который отработал более 50 дней. Прежде всего, хотел бы вам сказать, что проект высоко рискованный, поэтому, если вы хотите зайти в него на последние деньги или на кредитные деньги, делать этого абсолютно не стоит. Так как данная инвестиция, она высоко рискованная и высокодоходная. Новый смарт-контракт был запущен 26 октября, прошел аудит криптоманьяков. На данный момент было собрано более 380 эфиров. И лично мне, правда, интересен этот проект, так как прошлый реально выплачивал деньги. Новый контракт был доработан, ваши инвестиции приумножаются в два раза, а, соответственно, потом ваш адрес удаляется из смарт-контракта. Ну и если, соответственно, вы хотите реинвестировать, вы можете это сделать. Это было сделано для защиты контракта. Также предприняты меры, то, что в сутки нельзя заводить больше определенного количества эфириума, для того, чтобы те, кто инвестирует по-крупному, не могли задавить смарт-контракт. Ежедневный процент выплат с этого смарт-контракта, он плавающий. Соответственно, когда в смарт-контракты инвестировано до 1000 эфиров, это 3%. От 1000 до 4000, это 2%. Более 4000 эфиров, это 1% ежедневно. И хотел бы обратить ваше внимание на то, что это финансовая пирамида, но все-таки некая степень доверия к этому проекту есть. Я в этот проект закину 1,5 эфира, посмотрим, какие будут результаты. Соответственно, давайте я инвестирую в этот смарт-контракт. Жмем, как инвестировать. Здесь у нас есть номер смарт-контракта. Копируем его. Заходим в MetaMask. Отправляем. Так, здесь жмем адрес получателя, вставляем. Отправлю я 1,5 эфира. Настраиваем комиссию. Так, ГВС-6, ГАЗ-300 тысяч. Сохраняем. Соответственно, далее. И подтверждаем. Все, соответственно, средства ушли. Соответственно, вот смарт-контракт Гаргона. Мой платеж в обработке. Вот последний. Смотрите, лучше инвестировать через Майя изорвали. Тогда в поле дата вы сможете указать мой адрес. И вам сразу же будет, ну как и мне, 3% кэшбэка начисляться. И, соответственно, со следующего дня на тот же адрес отправляем 0 эфиров. И нам, соответственно, должны начать приходить проценты. Еще раз напоминаю то, что проект высокорискованный. Но если вы хотите рискнуть, ссылочки вы можете найти в описании. Соответственно, по движению биткоина. Есть такое утверждение, что при спокойном, органичном движении сейчас у нас с вами может быть только спад. И с этим утверждением я абсолютно согласен. Но, понимаете, я жду крупных спекуляций. И они сейчас должны быть. По той причине, что, во-первых, их уже давно не было. Ну и вторая причина, что если спекуляции будут, они дадут спекулянтам возможность хорошо заработать. Да и вообще, я считаю, что сейчас крупные даже спекулятивные вливания рынку необходимы для стимула. Соответственно, ситуация по шартам у нас не изменилась. 31 тысяча контрактов. По лонгам 33 тысячи контрактов. Шарты преобладают. Из чего я в очередной раз делаю вывод, что лучше всего нам сблить шартистов. Также хотел бы обратить внимание на индикаторы. МакДи и РСА показывают нам предпосылки к росту. Правда, предпосылки к росту локальному. Ситуацию по шартам я рассматриваю в более глобальном плане. Ну и, соответственно, своей идеей, как должна двигаться цена при рубке шартистов, я уже описывал в прошлых роликах. Хотел бы единственное обратить ваше внимание, что на данный момент точки входа в рынок нет. Но у нас уже напрашивается отскок. Конкретный отскок. Будет отскок от зоны 6400 долларов или от зоны 6200 долларов, вопрос открытый. Единственное, что абсолютно точно понятно, если мы все-таки просядем до уровня 6200, это будет очень хорошая точка входа. И буду с вами предельно честен. Несмотря на то, что я в средний срок рассматриваю отскок к уровню 7000 долларов, я все-таки хотел бы, чтобы мы просели до уровня 6300-6200, но просто для того, чтобы еще раз дозакупиться. Пробои этих уровней на данный момент я не рассматриваю, потому что глобально мы уже не раз их отрабатывали. Отрабатывали на УРА, плюс большое количество ордеров там находится. И вообще эти уровни готовы откупать. Соответственно, подведем итоги. Локально жду роста внутри канала. В средний срок, все-таки, надеюсь, что у нас будет поход к 7000. Но в любом случае, хотел бы обратить ваше внимание на то, что это будет через остановку на уровне 6800 долларов. По новостному фону, из серьезного только баг. Отреагирует ли рынок на него или нет, не знаю. Я, если честно, не уверен, что отреагирует. Я думаю, были новости и посерьезнее. Своими соображениями по ситуации на крипторынке на данный момент я с вами поделился. Больше времени вашего отнимать не буду. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои мысли в комментариях. Поддерживайте видео лайками. Работаем!